Привет, друзья! Ну что, новые ролики не снимаются, темпы строительства замедляются, заветный миллион долларов так и не заработан, тело мечты не построено, даже книги, даже план, который я ставил по чтению на этот год, не выполняется. И все это из-за одного человека. Я нашел виноватого. Иди сюда. Это что, трубочка с вареной сгущенкой? Слушай, сегодня воскресенье. Мы же договорились, что мы ничего не будем из-за одной трубочки. Сладкая. Я еще на вечер пиццу, кстати, заказал на ужин. С тобой просто ни о чем невозможно договориться. Ты понимаешь, у нас есть жизнь мечты, которую мы могли бы жить. Но из-за твоих идиотских выходок, из-за того, что ты никогда не выполняешь наши договоренности, мы находимся там, где мы находимся. Мы не можем достичь, чего мы могли бы достичь. И это все из-за тебя. Пошел вон. Просто пошел вон отсюда. Я не хочу тебя больше видеть. Даже не знаю, как с ним бороться. Но с вами мы действительно давно не виделись. И, наверное, мне просто нужно рассказать, где я пропадал все это время, что делал, что случилось. Случилось, по сути дела, не так много. Было очень много стройки. Так вот, пожалуйста, начинаем строительство нового дома. Просто смотрите, какая движуха у нас. И самосвал, и щебень сыпят. И столбы ставят. И сразу вон подключать приехали. Ва-а-а, бежим. А я и я не работаю. Мы сегодня будем скважину. Естественно, мы опять допустили ошибку. Надо было сначала будет скважина, но так получилось. И чтобы не испачкать уже готовый дом, мы сейчас будем, ну, застилаем его тентом. Вот, Алексей, пожалуйста. Профессиональный работник. Профессиональный работник. Я пошел. Сейчас, наверное, скрутим этот грибок. Было тяжело, но мы выдержали. Мы выдержали, мы справились. Просто упаковали, как новогодний подарочек. Сейчас здесь как забуримся. Короче, они бурят и дуют сжатым воздухом. Там все вылетает наверх. Хоть, чтобы не испачкать, так это должно быть. Сейчас мы летим на второй. Нет, на какой. Не знаю, на какой. У нас здесь первый объект, там второй. Тут третий рядышком скоро начнется. Мы сейчас едем на наши старые объекты. У нас сегодня там подготовка уже к продаже. Нам еще с риелтором надо встретиться. Бизнесмены. Бизнесмены. Этот дом мы продаем. У нас есть покупатель. В процессе у нас сделка. Здесь мы наводим порядок во дворе. Вот это все нужно барахло вывести в помойку, что-то оставить. И кто будет загружать самосвал? Только мы можем загружать самосвал. Значит, еще у нас экскаватор вон работает. Нужно подровнять двор немного. Ну, короче, наистину, тропед перед продажей. Красотища! Вот как выглядит боль. И черную полосочку. Угадай, от чего это. Японские машины, как известно, не ломаются. Но иногда случаются вот такие вот неприятные казусы, как произошел вчера. Я пробил поддон. Уехал, как обычно, на стройку. Ничто не предвещало беды. Позвонили мне. Я чуть отвлекся на телефон. Ну, уже тут по нашей, короче, проселочной дороге. И там какой-то камень такой торчал. И вот именно в этот момент я отвлекся на телефон, не объехал его и прям воткнулся поддоном в камень. Неприятно. Сейчас будет происходить эвакуация. Как видите, здесь я еще достаточно спокоен, потому что еще не знаю, что ремонт вместе с эвакуатором обойдется мне в 15 тысяч рублей. Больше всего на свете я не люблю ремонтировать машины. Начнем с того, что вот есть такие люди, они с детства там любят разбирать машинки, потом они чинят себе велосипед, потом они чинят мопед. Я никогда даже сам на велике колесо не менял. Я как-то раз попробовал, мы с моим другом собирались на речку, он так на это все посмотрел, сказал, ай, давай я. То есть у меня всегда находился такой товарищ, который шарит за механику, все за меня всегда делал. И вот такой вот я без руки вырос. Да. Не тянет меня ковыряться в двигателе, я в этом не разбираюсь, и поэтому я не люблю ездить в автосервисы. Там все с такими умными, умным надменным видом, так, ой, ну понятно. Также в магазинах автозапчастей. Еще мне не нравится, ну я не знаю, может в других регионах это есть. У нас, так как я живу на Дальнем Востоке, у нас здесь нет такого сервиса, где вот ты приехал, и тебе все сделали. То есть ты только деньги заплатил. Обязательно что-нибудь скажут, вот, надо вот такую запчасть найти, ты должен ехать по всему городу, что-то искать. Вот как-то у меня ремонт машины всегда, это вот как поход к стоматологу. Дальнем Востоке Уже сверху положили сетку, теперь ждем полусухую стяжку. Это такой же, как у нас уже есть, да? Да, абсолютно такой же. Забрали мы, значит, с пункта выдачи одного известного маркетплейса наш новый инструмент за 80 тысяч. пять лет назад, когда я начинал, только первые шаги делал в каркасном домостроительстве, самостоятельной, я уже покупал такой пистолет, дело было в Москве. Вот прошло пять лет, пришло время, это не обновляем парк, а расширяем. То есть тот все еще работает, хотя он уже пережил один ремонт. И вот сейчас у нас в цеху будет работать два таких. Это уже серьезно. Можно было пневматику взять, но она плохо работает на морозе. А этот прикольно, ни компрессора не надо, ни проводов этих, ни шлангов никаких, просто от аккумулятора. Ну и вообще мне как бы этот очень понравился молоток, себя зарекомендовал он хорошо, я считаю, своих денег стоит. Заменяет двух работников, как минимум. Надеюсь, вот эти два молотка нас и заменят. Как минимум, меня точно может заменить. Нет, ты не заменим. Ну вот мы и приехали в цех. Наконец-то. Уже не хочется работать, хочется домой. Вот наш сухой, строганный пиломатериал, распиловочный стол, сборочный стол, телега для того, чтобы вывозить стеновые панели. Офигенный свет мы тут сделали, я вам же вообще ничего не показывал. Скажу вам честно, я долго про это мечтал, думал еще до своей поездки в Соединенные Штаты. А оказалось, что не надо было думать, надо было просто делать. И вот мы просто делаем здесь крупноузловую сборку каркасных домов. Вот наши стеновые панели, вот наш начальник производства. И мы просто будем собирать сейчас один дом в месяц, а в перспективе один дом в неделю может быть. Это просто офигенно. Я очень много времени сейчас посвящаю цеху, очень много ему уделяю внимания. В этом боксе ничего не было, мы практически все сделали своими руками. Собрали первый домокомплект, отработали немного технологию, теперь есть понимание, как это должно выглядеть. И в ближайшее время мы готовы нанять примерно двух-трех человек на работу. Если вам это интересно, или если вы уже являетесь специалистом в каркасном домостроении, то пишите на почту. Возможно, получится поработать на взаимовыгодных условиях. Да, почта есть в описании под этим видео. Мы начали собирать дома по технологии Prefab. По факту, это просто крупноузловая сборка каркасных домов. Мы также продолжим строить дома из газобетона, не переживайте, кто хочет жить в каменном доме, мы продолжаем для вас работать, но хотим усилить свою компанию еще и домами каркасными. Я лично фанат каркасной технологии, мне нравится сама технология, нравятся дома, по ней построены. Но, к сожалению, в нашем городе по пальцам на одной руке можно пересчитать людей, которые способны построить действительно качественный каркасный дом. И это нас, собственно говоря, и останавливало. Но мы решили эту проблему тем, что будем производить панели здесь, в цеху, здесь проще контролировать качество, пароизоляция, утепление, все будет на уровне. У нас только сухая строганная доска, камерные сушки, лучшие материалы. И вот перед вами первые панели, собранные у нас, мы будем собирать как наружные панели, так и внутренние. И дом будет собираться уже на участке, краном, ну, планируем, что за один день с помощью наших партнеров, которые для нас будут производить еще фермы, которыми будет прикрываться крыша. То есть в целом мы берем у нас панели, берем фермы, произведенные также на заводе, офигенного качества, идеального. И это все за один день, ну, пока в моих мечтах, за один день собираем на участке и получаем очень быстро, очень качественный, теплый дом, в котором можно жить практически сразу. В отличие от газобетонного дома, каркасный дом сухой, там меньше всяких мокрых процессов, и фактически там через неделю можно будет уже заезжать. Это внутренние стены, обшитые гипсокартоном, обшиваем все, что можно обшить здесь, стараемся все работы по максимуму делать в цеху. Но бывают стены, которые в цеху обшить невозможно из-за того, что к ним там со всех сторон стыкуются разные элементы, и они будут приезжать вот в таком виде. А это мы заехали на производство к нашим партнерам, и вот они, наши стропильные фермы. Это клееная древесина, металлозубчатые пластины, это позволит и планировочные решения использовать там самые разнообразные, самые смелые. Эта ферма может без опоры стоять вот в пролет будет 8 метров. То есть можно просто такой огромный open space сделать, поэтому это большой шаг для нас в сторону качества и в сторону каких-то просто невероятных планировок. Вот это комплект наружных стеновых панелей, они уже у нас стоят на улице, готовые к отгрузке. Все проклеено пленкой, самым дорогим, самым лучшим скотчем. Вот фактически, я сижу на этой пачке, это половина дома. Вот две таких пачки приезжает на объект, и из этого мы собираем дом. Скоро на улицах города наши дома по технологии Prefab. Да, вообще тема. Почему из кляйной доски они с целиковой? Ну что, сегодня суббота, выходной день, а выходной день это какой день? Это такой день, когда можно спокойно поработать. Наша задача сегодня навести порядок. Вот это субботник, зачем мужики хранят здесь свои ложки и вилки? Да, я тоже вчера обратил внимание. Видимо, они здесь моют посуду. Ужас. Я умираю. Капец, просто душно очень. Я вот косил-косил, думаю, ну вот сейчас уже все, вот сейчас уже и все, и хотелось доделать до конца, но у меня аж ушах звенит. Нельзя так, наверное, у меня давление сейчас 320. Старичок как-никак. Мне срочно, срочно нужно и сладко. Да, так лучше. Дорогие друзья, мы рады представить вам наш новый дом в районе Кедра. Недавно пробрыли скважину, фасад еще грязноват, еще во дворе не убрано. Не обращайте внимание на этот бак, он нужен для работы штукатуров, внутри ведутся штукатурные работы, но вот он наш объект, посмотрите, какой веселенький, нетипичная для нас такая, значит, расцветка, немножечко он получился пестрее, чем наши прошлые объекты, но я думаю, это интересный лот. У нас на этой улице будет минимум 6 домов. Что-то будет построено по технологии префаб, что-то будет построено также из газобетона, поэтому скоро появятся новые объекты. Не переключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok